на однофонтурной машине очень легко выполнить красивое оформление красивую резинку которая называется ложная резинка ложная называется потому что по факту лицевые изнаночные петли которые характерны для вязания резинки там не провязывается так давайте посмотрим как это легко сделать обычно в учебниках и в инструкциях пишут что нужно выполнить набор бросовой нитью после чего провязать один ряд кордовой нити и потом приступить к выполнению непосредственно самой резинки этого делать не обязательно достаточно выполнить отбор игл наборная гребенкой один на один через одну петлю и выполнить петли обвива выполняем петли обвива на всех иглах иглы в переднем положении устанавливаем аноль на счетчики и вяжем удвоенное количество рядов для нашей резинки предположим если по вашим расчетам для резинки вам нужно провязать 15 рядов то мы провязываем 30 рядов плюс один ряд сгиба теперь о плотности если вы планируете вязать изделие например на плотности 6 то резинку выполняем на плотности 3 если вы планируете вязать на плотности 7 резинку выполняем на плотности 4 и так далее если вы планируете вязать на плотности 8 резинку выполняем на плотности 5 то есть минус 3 и так у нас сейчас с вами если бы я эту пряжу вязала на плотности 4 резинку вяжу на плотности 1 при опущенных щетках вивинга и так мы с вами провяжем 15 рядов. Будет уместным для начала выдвинуть вперед иглы и продолжить 20 рядов. На машину, которые оснащены щетками вивинга, можно опустить щетки вивинга и не выдвигать каждый раз иглы. Для машин, в которых щеток вивинга нет, то первые три-четыре ряда до тех пор, пока полотно не будет достаточным для того чтобы прижимали его прижимные щетки, выдвигаем в переднее положение. Итак, мы с вами провязываем. Мы с вами провязали 16 рядов. Теперь выполним 1 ряд сгиба, переключимся на плотность 4 и выполним 1 сгиба на плотности 4. Снова вернемся к плотности 1 и провяжем следующие 16 рядов. фактически именно вязание нашей резинки готово. Осталось только оформить ее в резинку. вводим в рабочее положение иглы, которые до сих пор находились в положении А и находим самую первую петлю. Вот она. Навешиваем ее на краевую и теперь за полупетли через одну, либо это можно делать при помощи трехугольного декера, тоже достаточно удобно и вы не промахнетесь. Заполняем иглы, на которых нет петель. запутаться здесь сложно. Свободные иглы одна через одну и вы их и заполняете. берем именно за полупетли. поэтому я и сказала, что совершенно необязательно не начинать с бросового полотна, потому что здесь мы все равно работаем с полупетлями. Никакого толстого окрая не получится, поэтому нет смысла делать лишнюю работу и тратить лишнюю даже бросовую пряжу и в принципе делать лишнее движение. После того как резинка, собственно говоря, выполнена, нам остается переключиться на расчетную плотность и продолжить работу. Важно, несмотря на то, что провязаны в целом 33 ряда. Если вы вяжете по интерактивному вязанию, то в интерактивном вязании мы указываем, что провязано было 16 рядов. Потому что, как вы видите, 16 рядов у нас ушло на подгиб. Итак, мы выполняем несколько рядов. Давайте выполним. Теперь сбросим наше полотно с игл машины и посмотрим, что же это за ложной резинкой и почему она носит название ложной резинки. Итак, после того как полотно снято с машины, мы можем его выпрямить и видим, что с обеих сторон, как с лицевой, так и с изнаночной. Наш манжет или вот эта наша часть напоминает обычную резинку, которую мы бы вязали либо на спицах, одна лицевая, одна изнаночная, либо на двухфонтурной машине с использованием лицевых и изнаночных. Здесь никаких изнаночных нет, но, тем не менее, с обеих сторон это выглядит как резинка, поэтому она и носит название ложная. Обладает ли она свойствами полноценной резинки и да и нет. Растягивается она меньше, чем обычная резинка, но ее преимущество еще и в том, что благодаря тому, что она растягивается меньше, все-таки, если вы хотите, чтобы эта резинка облегала манжет, то рассчитывать ее нужно именно уже вот в таком виде, когда она абсолютно растянута больше, она никуда не денется. Край зафиксирован, выглядит она очень здорово и очень хорошо на изделиях. Можно ли эту резинку сделать более упругой, чтобы она выглядела еще лучше? Да, конечно, в общем-то, можно. По поводу еще лучше вопрос вкуса. Если хочется, чтобы рукав был пышным и резинка стягивала рукав, особенно это красиво на длинных резинках, когда после длинной резинки идет пышный рукав, то здесь мы можем с вами использовать такую замечательную вещь, как эластановую нить Special Modera с метражом в 200 метров, 100% эластан, производство Германии. Вы можете эту эластановую нить производства Германия, вы можете приобрести в магазине Social все для рукоделия. Итак, давайте посмотрим, как ее эффективно использовать в вязальной машине. Использовать ее можно двумя способами. Если вы хотите, чтобы резинка имела сильную стяжку, то вставляем ее в отдельный нитеводитель. Если же вы хотите просто, чтобы полотно приобрело свойство эластана, то можно использовать ее в одном нитеводителе вместе с основной нитью. Но я предпочитаю эту нить использовать в отдельном нитеводителе. И здесь тоже можно варьировать интенсивность стягивания, интенсивность эластана. Каким образом можно варьировать? Давайте посмотрим. Итак, мы начинаем заправку нити, как обычно. Если мы хотим, чтобы не очень резинка стягивала, мы обходим прижимные тарелочки и не используем их. Заправляем только в нити водители, но не в нити натяжитель. Нити натяжитель оставляем свободным, без колостановой нити. В этом случае наша стяжка не будет очень сильной. Стоит отметить, что эластановая нить прозрачная, поэтому при работе с ней нужно быть особенно внимательными. Она не любит спешки. Она не любит, когда спешат при работе с ней. И ее практически не видно. В этом есть плюс в изделиях, потому что в изделии вы ее практически не увидите. Она не даст цвета. Но в этом есть проблема именно при вязании на машине, потому что ее практически не видно. Выполняем расстановку иглу одну через одну. И теперь уже вместе с нашей эластановой нитью начинаем выполнять петли обвива. Принцип вязания меняется только лишь в одном. Что всего лишь нужно быть чуть-чуть более внимательными. Спешить не нужно, быстро вязать не нужно, чтобы не порвалась нить и вам не пришлось переделывать. Потому что если эластановая нить порвется в процессе работы, это будет изначальный брак, который вы никак не поправите. То есть стяжка, равномерная стяжка будет нарушена и какой-то ряд будет очень сильно выбиваться. Этот брак, еще раз повторюсь, не исправим. Поэтому работаем аккуратно и не спеша. Провязываю спокойно. Таким образом я определяю, что у меня нить в работе и не порвалась. Я обращаю внимание на нитеводитель. То есть он постоянно вот в таком полусогнутом состоянии. Причем вот именно где-то при такой амплитуде, потому что если он будет вот по такой траектории расположен, как обычно мы располагаем нашу основную нить, то эластановая нить обязательно порвется и стяжка будет перетянута. И так он вот в таком немного согнутом положении. И посмотрите, уже видно, что наши петли более упругие, хотя плотность та же самая, пряжа та же самая. И мы продолжаем. Вяжем те же самые 16 рядов. Вяжем те же самые 16 рядов. И снова провязываем 16 рядов. После того, как готово, ну во-первых, разницу видно уже сразу. Несмотря на то, что саму резинку мы еще даже не закончили. Но, тем не менее, сейчас мы выполняем с вами абсолютно то же самое. Мы берем гребенку и оставшуюся иглу вводим в рабочее положение. Внимательно-внимательно-внимательно находим первую петлю. И далее приступаем к тому же самому действию, которое мы выполнили перед этим без использования эластановой нити. А именно за полупетли навешиваем. Как видите, мы прекрасно обошлись без бросового полотна, без вспомогательной нити и без лишних движений и использованного материала, который мы могли не использовать. И последняя петля. Теперь, посмотрите, натяжение пока очень высокое. Поэтому возьмем и выдвинем все наши иглы в переднее положение для того, чтобы первому ряду провязаться было легко. Выходим на нашу расчетную плотность. Провязываем один ряд. Эластановую нить убираем из работы. Просто ее обрезали. И желательно убрать ее сразу из машины. Почему? Желательно не оставлять ее в нити водителя во время работы. Потому что, вращаясь, основная нить, которую вы вяжете, может захватить эластановую нить и с ней смешаться. И вы этого даже вовремя не увидите. Увидите тогда, когда у вас появится в полотне непонятная стяжка, которую потом будет не очень удобно исправить. Исправить ее, конечно, будет можно. Аккуратненько иголочкой или тонким крючком извлечь эластановую нить. Но лучше этого не делать. Поэтому, закончив работу с эластановой нитью, вытащите ее из нити водителей, смотайте и уберите в сторону. И продолжите работать. После чего мы с вами снимаем полотно. Расправляем точно так же, как расправляли до этого. И что мы с вами видим? Красивую, плотную резинку. Которая всегда будет держать форму. Причем, посмотрите, резинка выглядит абсолютно настоящей. Эта резинка всегда будет держать форму. И даже если через определенное количество лет изделие уже сносится и будет, может быть, не совсем пригодным для ношения, резинка останется практически вечной. Ничего не случится. И посмотрите, какую красивую стяжку мы получили. Теперь важный момент. Обратите внимание, мы с вами вязали две резинки. Вот они. Плотность вязания была абсолютно одинаковой. Как слева, где мы вязали ложную резинку без использования эластана, так и справа, где мы с вами использовали эластановую нить. И обратите внимание на ширину резинки слева без эластана и справа. Также прошу обратить ваше внимание на высоту. Насколько изменилась высота резинка с эластаном. Относительно резинки без эластана. Более того, эта ширина, конечно, да, она будет растягиваться. Но это нужно обязательно учитывать. Насколько вы хотите, чтобы она растягивалась. Потому что если ваша резинка будет вот в таком положении, во-первых, это некрасиво, согласитесь, да? И во-вторых, чтобы она не давила. Поэтому, если вы собираетесь использовать эластановую нить, это действительно чудо. И действительно, я очень люблю вот такие ложные резинки. Потому что, даже имея две фантуры, мне, правда, очень часто нравится использовать именно ложные резинки. Так как при использовании эластановой нити вообще непонятно, что это ложная резинка. Такая резинка хороша для оформления очень многих изделий. И особенно это, на мой взгляд, актуально для осенне-зимней одежды. Когда рукава джемперов, свитеров подскакивают вместе с надеванием пальто и другой верхней одежды. Такую резинку не нужно будет придерживать, оттягивая рукав, для того, чтобы рукав не задержался. Она постоянно будет хорошо зафиксирована и держаться. Я уверена, что вам было полезно это видео. Пишите ваши комментарии, пишите ваши пожелания, что бы вы хотели увидеть в наших следующих видео. Подписывайтесь на наш канал, вяжите вместе с нами. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!